сегодня коротенький типс это у нас вторая дюна сцена боя в амфите амфитеатре и собственно вот здесь такая необычная чебешечка вот необычностью заключается в том что здесь все весь красный спектр у нас яркий все остальные цвета всего остального спектра у нас темные и это довольно прикольно если знать историю как бы этого из способа получить такое изображение раньше во времена черно белой пленки собственно операторы экспериментировали с тем светом который поступает падает на пленку вот и ставили перед камерой перед активным точнее всевозможные фильтры и вот в частности этот эффект достигается за счет того что на пленку падал свет только красного спектра вот и таким образом как бы он здесь и фиксировался ничего другого на пленке уже не фиксировалась сам весь экстерьер сцены декораций вот особенно вот это это какой-то ранний футуризм кинематограф кин который вот был в кинематографе есть еще такой сериал взращенные волками или взращенная волками ну что такое вот там тоже вот такие мотивы прослеживаются но отлично я таких вещей кайфую и собственно кайфанул вот и от того как было собственно оформлено это изображение это такое омаж к пионерам так сказать киноиндустрии ну ладно теперь перейдем до винчи покажу как это делается итак вот у нас значит изабелла создаем ноду и опять же если делать обычным дистурированием получается говно ну не ну такое невнятное так давно лет пять назад я на миксинг лайте видел такой способ а ну еще на миксинг лайте рассказывали про этот способ и также там говорили что вот эти вот все гламурные фотографы там 60-х 50-х 60-х годов также использовали этот способ тоже ставили на объектив красный фильтр таким образом фотографии получились такие с ярко выраженным акцентированием на коже вот но собственно возвращаемся к миксинг лайту там это все довольно просто делать создается сплиттер бам-бам отключается два канала и в следующей ноде собственно происходит снова дистурация и здесь здесь же повышается яркость где даже скопы часом ну все и повышается яркость все и сравниваем честно и вот например и сравниваем да там чуть допилить и как бы все рабочая абсолютно тема получается без ну то есть ручками ручками там или обычными инструментами но вот такого результата добиться не знаю не получится ну наверное можно но я не пробовал но чё-то мне чё-то я сомневаюсь есть у меня сомнение на чем и так но я в общем другой способ для себя сам открыл поэтому поделюсь с вами вот так же все делается в одной ноде создаем ноду идем в channel mixer дистурируем и оставляем только красный канал вот и получаем все то же самое только в одной ноде еще и не надо ебать мозги с яркостью вот так что все если вам захочется так сказать сделать омаж уже на дюну вторую вот можете воспользоваться таким способом вот но этот этот как бы вариант тоже можно развивать допустим красный канал можно использовать как основу для лука допустим в этой же ноде сделать там режим наложения какой-нибудь например overlay да и у нас получится такой bleach bypass с акцентированием на коже а вот вот можно помягче сделать можно помягче например в режиме soft light вот помягче вот прикольно прикольно вот просто с одной ноды какой-то лук уже создаем и в принципе там регулируя его регулируя его прозрачность можно добиваться принципе неплохих результатов это такая незатейливая работа с контрастом причем контраст здесь очень плавный нисходящий вот но и это еще не конец можно еще дальше пойти допустим и наложить на уже полученный собственно на полученный результат уже подмешать к нашему результату подмешать немножко исходника вот и таким образом мы получим сейчас покажу чем и получим мы получим более мягкую да ёб твою мать блять более мягкую как бы были мягкий контраст смотрите если бы эта нода оставалась режиме оверлей у нас контраст смотрите контраст распидоривается в режиме оверлей вокруг 50 процентного серого то есть он распидоривается и вверх и вниз но допустим мне не нравится что так как у меня средний серый например в рек 709 на находится на уровне 400 и распидоривая вокруг 50 я собственно средний серый свой опускаю и таким образом у меня собственно тени сильно компрессируются и выбиваются собственно блики ну то есть очень сильно короче начинает бликовать картинка вот чтобы это сгладить мы просто немножко подмешиваем исто исходника в наше изображение вот этими двумя нодами вот это у нас надо идет как надо но она в режиме в обычном режиме normal работает а это надо у нас как бы генерит маску rgb все и собственно вот такой вот лучок мы получаем просто блять нихуя вообще такой хороший приятный контрастик с правильным скин тоном с таким немножко десатурированным в общем кайф и это также можно все упаковать в компаунд и регулировать собственно собственно степень применения чуть-чуть подмешал бам-бам кайф ну все собственно вот все что я хотел рассказать пока